В течение недели в детсадах, школах и дворцах культуры Твери проходит мероприятие, посвященное Дню космонавтики и 63-й годовщине первого полёта человека в космос. Как правило, это праздники, выставки и даже спортивные мероприятия. На одном из них, в детском саду номер 145, побывала наша съёмочная группа. Земля вращается вокруг Солнца, поэтому происходит день и ночь. Готовясь к космическому утреннику, друзья Дима и Митя основательно изучили устройство ракеты, выяснили, есть ли жизнь на Марсе и что едят на обед космонавты. Мальчишки теперь точно знают, что Солнце — это огромная звезда, и именно вокруг неё вращаются все планеты, в том числе Земля. Космос можно увидеть только в ракете. В космосе нет кислорода. Солнце — это большая звезда, вокруг которой вращаются планеты. Сказочное путешествие провело ребят на другую планету, где земляне познакомились с инопланетным пришельцем и победили космического монстра. Проведение познавательных мероприятий в игровой форме решает несколько педагогических задач. Первая задача — это обучающее. Познакомить детей с развитием космонавтики в нашей стране. Вторая задача — это развивающее. Развивать у детей память, мышмление, внимание, речь. И воспитательная задача — воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну. О Юрии Гагарине ребята не только хорошо знают, но и хотят так же, как он, увидеть необъятную Вселенную своими глазами. Он первый человек в космосе. Он совершил полет успешно и вернулся на Землю. Я хочу на него быть похожим, летать в космос, совершать успешно полеты. Мероприятия, посвященные 63-й годовщине первого полета человека в космос, начиная с 8 апреля, так или иначе затронули все образовательные учреждения Твери. Где-то были организованы спортивные праздники, выставки поделок или рисунков. Главным героем, конечно, был Юрий Гагарин. Человек, который первым покорил космос. Продолжение следует...